Первый канал мне помог найти маму, теперь я пришёл в студию, давай поженимся, найти свою вторую половинку. Со мной друг Александр и воспитательница Оксана Анатольевна. Очень приятно. Олег, 24 года. С раннего возраста воспитывался в детском доме и был лишён материнской любви. 7 лет назад влюбился в девушку, но и она отвергла его и вышла замуж за другого. Олег программист, играет в настольный теннис и шашки, занимается радиотехникой. Предупреждает, что имеет вторую группу инвалидности. Гордится тем, что помогает детскому дому инвалидов, в котором вырос. Мечтает уехать жить в Америку. Олег не обратит внимания на ленивую курящую завистницу. Женится на работающей, целеустремлённой девушке, которая будет не только умна, но и чертовски обаятельна. Олег, вы воспитывались в детстве в детском доме? В детском доме, да. С рождения или с какого-то возраста? С трёх лет. А почему с трёх лет? Ну, неврождённой, значит. Я знаю, что вы были у Андрея Малахова на программе. Да. И они такие молодцы. Они нашли вам маму. Ваша мечта сбылась. Да, моя мечта сбылась. Встретились? Встретились, да. А давайте посмотрим, как эта встреча прошла. АПЛОДИСМЕНТЫ Сынок. Сыночек. Нежинка. Мама. Твоё. Господи, сынок, за всё. Так всё, прощай. Сыночка. Я не держу на тебя зла. Я полжизни не существовала. Камень на груди держала. Коса какой-то. Я не могла. Спокойно жить я не могла. Я знала, что ты... Что ты всё равно, что есть. И тебе заранее кто-то похоронил. Мне так сообщили. Я сама себе хотела сколько раз наложить на себя руки. Сама себе хотела похоронить. Ведь всё, что не делается, всё к лучшему, мам. Камень у неё был на груди. А сейчас общаетесь? Да, мы сейчас поддерживаем связь. Я со всеми родными. Познакомился ещё со многими другими, которые не смогли из-за обстоятельств появиться на программе тоже. Да, тяжело, конечно, относиться к маме. Пусть это у тебя. А за что она у вас просила прощения? Она мне просила прощения за то, что вот... Она пыталась тоже искать меня в социальных сетях, но... А как вы оказались в детском доме? У молодой... Судя по возрасту, она родила вас достаточно молодой. В 19 лет она меня родила. И что? И почему она вас отдала? Отдала я вот причину не знаю, она мне не сказала точно, да. А у неё есть семья, другие дети? У неё есть ещё брат. Нет, у вас брат. Да, мой брат. А у неё вот второй сын, сын, да. Сын, соответственно, да? И она живёт с ним, и муж, наверное, есть? Нет, мужа нет у неё. А ваш брат здоров? Брат здоров. Вы очень жестоко, мне кажется, больного ребёнка ещё больше жалко вообще. Думает только о себе. У вас большое сердце, я вам хочу сказать. Вы добрый человек, раз вы действительно просили, и говорите, что не знаете причину, почему она оставила. Я более человек радикальный. Для меня не существует полутонов, особенно если это касается детей. Поэтому я вот сейчас даже не буду лить елей мамашам, которые оставляют своих детей. Какая разница тебе, здоровая или нездоровая. Если нездоровая, тем более, как можно вас себя оторвать. Поэтому, говорит, ну что ж теперь делать? Ну вот жизнь такая. Вот не скажу я, что жизнь такая. Понимаете? Не скажу. У меня совершенно определённое отношение к этому. И не надо мне сейчас рассказывать, что всякое в жизни бывает. Бывает, всякое в жизни бывает. Съел не целый кусок хлеба, а половину. Нет у тебя детской кровати. Подвинься, положи рядом с собой. Вот и всё. Перешила из своего там старого халата, пелёнку оторвала от подола, запеленала. Для меня этого не существует. Никаких оправданий. Но вы вместе всё равно с мамой не живёте? Нет, я живу отдельно. А почему не с мамой? Там, брат, вам 24 года. Ну вот, она вас нашла уже такого красавца, программиста, деньги зарабатывает, умница. Что же вас такого-то теперь уже здорово-то к себе не взять? Ещё бы помогали бы ей, тянули бы её. Потом она же пойдёт на пенсию, ей же нужно будет кусок хлеба. Она скажет, Олеженька, помоги мне. Да? Очень далеко она живёт. Алтайский край для меня. Преодолеть вот этот путь. А родня, бабушки, дедушки? Бабушки, дедушки нет у меня. Они умерли, когда я маленький был совсем. Ясно. А с братом общаетесь? С братом я общаюсь, да. У него, если я не ошибаюсь, у него сегодня даже день рождения. А сколько ему лет? Ему 21 год исполняется. Как его зовут? Его зовут Таскин Дмитрий. Димон, с днем рождения тебе, посмотри, какой брат. Клёвый. Кровь не водится, всё равно, видишь, охота ему. Но брат не виноват ни в чём, что он же такое. А я так поняла, что квартира кто у вас есть? Есть, куда невесту привезти? Приданные мне есть. Очень хорошо. И вот мне нравится, что мозг есть. Слава тебе, Господи. Профессия, которая здесь всегда прокормит. И с детьми можно находиться рядом, помогать. Главное, чтобы они не прилипали к компьютеру, болезнь века. Оксаночка, мой вам вот прямо, знаете, восторг. Вашей профессии, вашему большому сердцу. Потому что всех обогреть, обласкать, для каждого найти доброе слово. У вас на лице написано «Хороший человек». Спасибо вам большое, вот, например, за Олега. А со скольки лет вы воспитывали Олежку? Олежка к нам поступил в детский дом, ему было 4,5 года. Но когда я пришла на работу, он уже учился в третьем классе. Вот я 15 лет уже отработала в детском доме. А всегда такой был стоумовый? Или за ум взялся уже? Нет, он всегда отличался скромностью, добротой, уважением к взрослым. Всегда готов был помочь. Он всегда отличался от других детей. Оксана, вот просто для меня. Успокойте мое гневливое такое сердце. Неравнодушная я. А как вы к этим мамашкам, которые потом к взрослым детям вдруг там приезжают, приползают? Я, если честно, тоже против того, что какие-то обстоятельства есть. Ну, нельзя так просто. Нельзя, конечно. Знаете, во время войны не бросали. Да. Чужих детей, на секундочку. Ну, как это уже детского дома. И всегда были дети и накормленные, и всегда были обогреты, и сладости были в доме. Ну, вообще, вот, да, вот и все. Олег, а что у нас там с любовью? У меня была одна история, я вам расскажу. Я после интерната поступил в техникум, вот, на первый курс. Там много людей учились с ограниченной возможностью, такие же. Там среди здоровых и среди с ограниченной возможностью. Вот. И я приглядел на одну девушку. Старше у вас была? Она старше меня была на 4 года, она меня старше была. Но молодым пацанам на РАТе всегда такие уже искушенные девицы взрослые. Я просто сначала не знал, как подойти, как начать встречу, как вот общение, вот. А тоже с ограниченной возможностью? Тоже с ограниченной возможностью. У нее была эпилепсия? У нее, да, височная эпилепсия. Приобретенная? Да, приобретенная. Очень слишком, конечно, в медицину ушли. И вы познакомились с родителями этой девушки? Да, я потом, она меня отвезла к своим родителям, познакомила с мамой, вот. А вы такой умница, я знаю, что вы про вот эту болезнь, про эпилепсию, все прочитали, все, да? Да, я смогу узнаться. Все узнали, знали, как справляться, если там приступ. Вот, например, меня поразил такой эпизод, что, допустим, с людьми больными эпилепсией нельзя разговаривать монотонно. Нужно обязательно менять уровень голоса, да? Уровень, потому что у них их застывает. Они, это, как камнем становятся, просто сидят, и их потом уже не разговаривать. Так послушайте, даже если вот иногда приходят такие женихи или невесты, и начинают вот это буй-буй-буй-буй-буй, и я... И прямо спички хочется ставить. Нет, а я просто теряю сознание, думаю, да что же, такое-то никому не понравится. Но вы молодец. Олег, вот. Ласковый, наверное. Нет, потому что приготовился помогать девушке по-настоящему. И вот вы приехали к ней домой. Я у нее побыл там дома, вот. Пообщались с мамой. Маме ей очень понравился. Какой же красавчик такой. Гостеприимно приняли все. Все официально. А потом мне нужно было уехать и поступать на четвертый курс. То есть она уже это... Я говорю, ну как быть с нашими отношениями дальше? Она говорит, подрасти сначала, Олег. Ну что тебе, 17 лет, про какое дальше? Учись, вон, давай, дальше. А дети надо замуж уже. Поэтому она... Ну это нормально, как к мальчишке. Вот когда мы тоже были девушками лет 25-ти, у меня один десятиклассник доставал возле подъезда. Это ужас, до драки. Просто до драки. Я говорю, и что я с тобой буду делать? Вот так любил, плакал. Руки мне выламывал, боялся, невозможно как. Так что нормально. Потом она вышла замуж, ребенка родила. Да, она родила ребенка, но я узнал это потом по социальным сетям. Я с ней продолжил общение. Вот. Ее девочку прозвали Влада. Прозвали на собаку, что ли? Назвали. Назвали. Девочку назвали. Смотри, 24 года. И свою тоже дочку назовешь, а не прозовешь. Вот я прозываю Розу Розалия. Жених-то нравится? Ты давай на жениха смотреть. Ну я еще пока не поняла. Я присматриваюсь. 24 года сегодня вот среди инфантильных девушек и юношей кажется практически возраст детсадовский. По мне 24 года это уже, конечно. 24 года вы уже соображаете, уже многое знаете. Тем более у интернета сидите, знаете то, что надо и то, чего не надо в основном. Поэтому жизненного опыта Оксана, наверное, не очень много. Вы их там опекаете от всего. Постарайтесь предостеречь. Я не буду вас предостерегать. Я вам наоборот постараюсь сегодня открыть глаза. Жизнь, она разная. Разными стороны тебе поворачиваются. Поэтому есть вещи, на которые в браке, например, не надо обращать внимание. Если будешь обращать внимание, они тебе разрушат вообще все. И тебя, и твою жизнь, и твою любовь, и так далее. Вот. Поэтому будем присматриваться к девчонкам. Я уже так, ну, приблизительно соображаю, кто вам и что вам нужен. Вы хотите девушку ласковую, и девчонки хотят ласковых мужчин. Это первое. На многое будут закрывать глаза. Ну, вот, мы не терпим основного хамства, равнодушия. Когда ты наряжаешься там для своего любимого, там, что ты ему там наготовил, намутил, а он говорит, ну, да, ну, нормально, ну, вкусно. Вот найдите в себе такие слова, чтобы и похвалить, и обратить внимание. Вот даже если вам не очень хочется, нет настроения. И сейчас будут девчонки приходить, ну, как-то им тоже комплименты какие-то им там приятно. И она, вот, глядишь, уже настроение будет в другом. Это я вам ликбез, потому что вам же пока не расскажешь мужчинам, вы же будете сидеть здесь. Так что, Олег, будем стараться. А с другой стороны, раз у него с мамой вот такие отношения, то не будет свекрови вот такой вот, которая будет сильно лезть каждодневно. Олег, ну, приданное никто никогда не отменял. В общем-то, в жизни всякое бывает. Мы рождаемся в разных ситуациях. Родители тоже не выбирают. Знаете, кто-то с золотой ложкой, а кто-то с обычной. Ну, еще неизвестно, что на финише. Ну, смотри, квартира-то есть. Да есть квартира государство дала. Есть все там, все хорошо. Хорошо, поэтому, значит, желательно бы, чтобы, ну, если даже квартиры нет, но, по крайней мере, чтобы у нее какие-то качества бойцовские были. Понимаете? С вами жить тяжело. Правда тяжело. Без вас невозможно, но с вами жить тяжело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, но вы живете немножечко в другой плоскости, вне от нас, нашими заботами. Я имею в виду, вот нас беспокоит какая-то ерунда, и мы морочиться будем. А вы живете с осознанием каждого дня. И цените, и любите, и живете. Поэтому я даже прав внутренний мир не буду, они сами потянутся. Но! Деньги к деньгам. Понимаешь? А если быть хорошая, но без денег? А бойцовский характер должен быть обязательно пробегной. Чтобы могла отнять их у кого-нибудь. Ну да. Нет, ну во всяком случае, знаете, вы можете и заболеть, и простыть, чтобы она не сидела у окна и не печалилась. Кран потек, котлеты не клеятся. Понимаете, поэтому... Ну, конечно, с каким-то навыком. Но это мы все прощупаем. Нет, ну кран потек, это, конечно, пусть он. Ну, если не он и не я, то... Не, ну, по крайней мере, ты направлять хорошо умеешь. А что звезды, Вась? Ой, девушка нужна вам уже пережившая какие-то или страдания, или сложности в жизни, или физические, или моральные. Поэтому выбирать надо из своих. И одновременно она не должна быть ожесточившейся. Человек ведь, когда проживает какие-то ситуации тяжелые, горе, он очень часто становится жестокосердным. И, в общем, наверное, не редкость, я думаю, вы сами понимаете, сложно не озлобиться в какой-то ситуации для себя непростой. Поэтому выбирайте, пожалуйста, девушку себе подстать, чтобы она не была злой, чтобы она не была ожесточившейся. А мы сегодня постараемся разглядеть, насколько девушки реагируют на какие-то острые моменты, закрываются ли они. Вот нет ли признаков этой озлобленности. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире давай поженимся у нас в студии Олег. Давайте знакомиться с первой невестой. Мария, 26 лет. Учитель-дефектолог в школе-интернате. Раньше занималась паралимпийским спортом, сейчас играет в шахматы и увлекается спортивным туризмом. Предупреждает, что у нее с рождения плохое зрение. Бывший муж упрекал Марию в том, что она бесплодна. После развода она забеременела, но уже от другого мужчины. Надеется, что Олег полюбит не только ее, но и ее дочь. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Здравствуй, Олег. Ошибок много в жизни совершала. За опыт благодарна я судьбе. Быть может, я тебя всю жизнь искала. И вот нашла. Не отпущу теперь. Хорошая заявка. Молодец. Молодец. Ну, она просто больше, мне кажется... Она старше. Да, постарше. Ребеночек уже есть. Да, тоже, знаешь... Я всего лишь студентка. Ребеночек тоже непонятно от кого там. Да, интриги, интриги. Да, да, да. Маш, 26 лет. А во сколько замуж вышло? 22 года мне было. До этого мы 4 года встречались, поженились. 2 года прожили в браке и, к сожалению, развелись. А на каком году жизни он стал вас в бесплодии обвинять? Ну, вы знаете, мы 4 года встречались, 2 года жили вместе. Ну, в общем-то, после брака. Наверное, спустя несколько месяцев мы ездили отдыхать. И после отдыха я все равно не забеременела. То есть он очень сильно ждал. Я не беременела. Сначала я хотела забеременеть, но не получалось. Потом я уже сама не хотела, когда уже... Ну, уже все шло, да, 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 да. Наверное, в душе, скорее всего. Ущербенную. А еще это тогда и тон-то. У меня мама так все время говорила, говорит, вот, детей нет, значит, ты бесплодная. Она говорит, а его надо бы проверить было бы. А он не просил. Женщина лечится, лечится, а оказывается проблем в мужике. Да я вообще хочу успокоить молодые пары. До полутора лет беременность может не наступать, на самом деле, даже у здоровой пары. А потом, ты знаешь еще, когда начинаешь чувствовать свою вину, вот тебя обвиняют в этом, ты закрываешься, и ты действительно не беременешься. Это как программа какая-то. Поэтому он по молодости дурак. Скажите, а у него была инвалидность? Нет, у него не было инвалидности, у него все было великолепно и со здоровьем. Да невеликолепно, видать-то. Ну, да, была проблема, была проблема с алкоголем, и, собственно говоря... О-о-о, понятно. Могу сказать, что он меня очень сильно любил. Тогда расскажите про историю, от кого родилась дочка. Как, кстати, дочку зовут? Дарья. Сколько ей? Года три. О, боже мой, поздравляем. Маш, и что, где вы встретили отца своего будущего ребенка? Ну, так получилось, что вообще компании среди друзей познакомились. И я на него сначала как на друга обращала. Он меня, в общем-то, завоевывал какое-то время. Но так получилось, что в нем были такие качества, которых мне не хватало в мужа своим бывшим. Например? Ну, вот он даже внешне по-другому отличался от бывшего мужа. Мне он казался мужественным, казался ответственным. Ну, по крайней мере, он умел это внушить, что он серьезный, ответственный, внимательный, заботливый. И самое главное, он не пил. А официально вы не были с ним замужем? А через сколько забеременели? У нас были великолепные отношения. Наверное, месяца 4 все было хорошо. Потом я начала замечать его недостатки и поняла, что его отношение ко мне не такое, как бы я хотела. А это было после того, как вы ему объявили о беременности? Нет. И вот тут, когда уже начался разлад, я узнала, что я беременна. Я ему сообщила, ну, как всегда, классически. Я ему сказала, что беременна. Он сказал, что ты собираешься делать? Я говорю, рожать. Я думала, что я бесплодна, а тут вот, ну, как я могу сделать аборт? Во-первых... И тут началось. Да, он думал сначала, что делать. На правах ее самой близкой подруги, я могу сказать, вот весь этот период я прошла с ней рука об руку. И насколько Маша поменял этот человек с ног на голову, я не знаю, это с черного на белое. Пухины могут. Да. Поменял в хорошее смысле слова? Нет, нет, нет. Ну, просто если ты каждый день слышишь... Что ты дура, тупая, даже в машинах не разбираешься. Крыша, да, полно, да? Не можешь аку от Мерседеса отличить. Ну, дебил просто. Думаешь не то, читаешь не то. Ну, да, да, да. Естественно, она стала, ну, просто... Нервная, наверное. Свою самооценку уронила на пол. Самое интересное, что вы понимаете, я почему-то растворилась не в моем характере, а я почему-то вот, ну, настолько, наверное, были чувства, что... Девушка, мы так растворяемся вообще. Я растворилась вообще, я себя забросила. И появились комплексы, что правда дура, правда не разбираешься. Я страшная, дупая. Только они нас опускают ниже плинтуса. Нет, ну, просто он может быть действительно и неплохой человек, ну, крайне немашеный человек. Да, к сожалению... Какой человек, давайте признаемся, потому что он стал вытворять, когда узнал, что Маша бельгинская. Ну, мой хороший человек, потому что он ей подарил и дочь, и она очень счастлива. Хорошо, он заставлял ее сделать аборт, он ее специально издевался над ней, чтобы случился выкидыш. Ну, Лариса, вы не представляете, какая Маша мать... Знакомая ситуация, у меня тоже самое было в моей жизни, к сожалению. Только ребенка не сохранил. Ну, как можно было издеваться, изводить, пугать, чтобы был выкидыш, чтобы ребенок не родился? Он сначала предлагал мне выйти замуж, но, знаете, это было просто формально. Он меня перевез к себе. Поступок к джентльмену. Да, ну, чтобы... Для него очень важно общественное мнение. И когда вы ему задали вопрос, а будешь ли ты с дочкой встречаться, когда вы были в роддоме, он сказал, не знаю, возьму, говорит, ее на руки. И решу. И решу. Нужна она мне или нет, полюблю я ее или нет. Это как будто ты взял, знаешь, кутенка, да, на руки и подумал, нет, все-таки мне нравится больше Колли. Ну, и так, в общем-то, не особо решил, поэтому вот... Ну, сейчас видите, мы здесь. Этих слов я ему не прощу никогда, все равно. Но они дураки, Маш. Правда. А родные отцы, которые просят ребенка, а потом говорят, фу, а что он такой красный? Им же, кажется, прям принесут, если девочка, у нее прям реснички такие длинные, она беленькая, губки бантиком, складочки. Вся вы, на английском, это все сразу. Да. Олег, а как вы вообще, вот у нас невеста постарше и с ребеночком, знаете, какая нагрузка-то? Исправлять ущерб у нас от предыдущих мужчин придется. Вы как, готовы? Ну, красотка. В принципе, я сюда шел для того, чтобы найти половинку и был ко всему готов. Ой, мой дорогой, какой хороший ответ. Я очень напрягиваюсь. А у вас квартира есть? У меня... Не квартира, у меня... Я копила денежку. Вот совсем недавно приобрела комнату, но вот пока... Ну, зато сама. В Москве? Нет, 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 в Самаре. Олег, а вы сами-то откуда? Я сам родом с Красноярска. Оу. Настя, все. Мы тебя не отпустим. Ну, Красноярск очень красивый город. Богатый. Самара тоже красивый город. Тоже красивый, кстати. Поэтому у вас зещёнки такие красивые. Из стекла сделаны красивые. А по хозяйству вы какая? Не белоручка, нет? Нет. Все умеете? Готовлю, да. Всё, что нужно, делаю. Вязать не умею, к сожалению. Вы такая красотка, у вас такая кожа красивая. Просто дочка на кого похожа? Сначала была на папу, сейчас вот стала на меня похожа. Слава Богу. А, кстати, вы, Олег, деда когда планируете? Планируете ли? Дедки планируют. Может, пока молодые, а то он молодёжь-то не особо разбежала. Планирую, но не так быстро и не это. То есть к этому ко всему надо просто относиться... Ну, планируете. Да, да. Ну, она тоже особо не разбежалась завтра прямо второго, да, Вить? Нет, пока нет. Вот, очень хорошо. Сюрприз посмотрим? Да. Давайте. Давайте. Девчонки, у вас потрясающая подружа. Проходите. Ну, вот как всегда. Не-не-не, всё хорошо. Саш, ну как вам невеста? Неплохая девушка. Видно, что у неё открыта душа. И она говорила буквально всё от чистого сердца и души. Оксан. Ну, так как человек уже с опытом, я думаю, что она голодным Олега не оставит. Дом будет в порядке. А это самое главное. Конечно, ты как курочка с яичком с мужчиной. Скажу, значит, так, Олеженька. Как мама. Опытная. Понимаешь? А тут с молодой ты будешь, она ничего не умеет. И на этом фоне и скандала будет. А тут сразу тебе и ребёночек, и ухаживать умеет, и знает. И мама, и мама у неё, и мама помогает с ребёнком. Где-то промолчит. То есть семья, вы придёте в семью, это здорово. И мобильная прямо, раз, говорит, да, встану и поеду. Маш, это за тебя плюсы. Конечно. И розы, мне тут нифига себе. Я удивлена. А, звёзда Василис. В гороскопе человека, планета, которая управляет седьмым домом, домом брака, имеет отношение к выбору партнёра. Вот у неё эта планета Сатурн. Это значит, что все, кто родились под знаками Сатурна, Козироги, Водолеи, это те люди, с которыми она могла бы составить своё личное счастье. Я считаю, что она вас вполне могла бы выбрать точно так же, как для вас. Её темперамент был бы понятен и хорош. В ней нет вот той самой агрессии, о которой я говорила. Поэтому понравилось. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас тут «Диолег». Давайте знакомиться со второй невестой. Наталья, 28 лет. По образованию библиотекарь. Работает педагогом дополнительного образования. Занимается бисероплетением, рисует пейзажи. Предупреждает, что у неё третья группа инвалидности. Отношение Натальи с женихом разрушила потенциальная свекровь, обвинив её в вражбе. Надеется, что с Олегом она обязательно дойдёт до ЗАГСа. Здравствуйте, Наталья. Какая вы хорошенькая. Кто вам придумал чёлку? На фотографиях вы просто звезда. Ну, просто после ухода моего любимого человека решила себя изменить. Ну, измените в обратную. Уберите чёлку с лица. Открытое, молодое, красивое лицо. Зачем вам его занавешивать? Ещё успеете вот в старости морщинки убирать. Скажите, пожалуйста, а ваш молодой человек был инвалид с детства приобретённый? Нет, он не приобретённый, потому что его машина сбила в детстве. Его мама посчитала, что я больная, а он здоровый мальчик. То есть, считается, если пара приобретённая, то он здоров от рождения. Это никак не влияет на генофон его, да? Да, да. А у вас что? У меня гражданая позвоночник была в детстве, с рождения. Да, с самого рождения. Сделали неудачную операцию? Сделали операцию неудачную, вот, и потом ноги прорезавала. Со временем мама попыталась меня лечить. Мы ездили в основные центры, в Москве лежали в больнице. Через многие годы я стала ходить. Детка, вы ходите, слава тебе, Господи. Не на коляске, не на косы. Да вы умница, и вашей маме огромное спасибо. Вы сейчас с ней живёте, мама? Да, мама. Молодец, мама ваша, молодец, выходила дочью. А где познакомились со своим мужчиной? Мы сначала познакомились в социальных сетях. А потом мы с этим человеком, там, вспомнились на работе. Я его окликнула, позовала Сашу. Он думал, привет, привет. Ну, так вот поприветствовали, на следующий день мне подарил цветы. Потом кафе, я его пригласила, потом он рад, как бы вот так вот. А когда с мамой познакомилась, мама сразу к вам отнеслась, вот с такой настороженностью? Мама, наоборот, была очень лаская, добрая, приветливая. Ну, у меня такое, как бы, чувство, у меня хорошая интуиция. И так смотрела, вроде бы, улыбаясь, но в то же время видно, что по глазам было какое-то такое вот понебрежение. Зря. Не с мамой жить, в конце концов. Да. Если она вам открыто не хамила, если она вас не выгоняла, знаете, ну и, может быть, она просто от природы такая вот, ехидная. Настя, твоя мама интересует сегодняшней жизнью? Мои? Да. Очень активно, даже приходится, она иногда скрывает. Ну, она вам потом начала уже, да, хамить в глаза? Да, потом. Со словами, я хочу красивую, не десу. А ее сын красавец был? Да, он как бы, ну, симпатичный, но не прямо уж очень красивый. Ну, не осрепли люди, да? Ну, да. Ну, вот такая, а другие дети у нее есть? Нет, у нее единственная сына. Единственная. Поэтому, может, такое отношение. Ну, свекрови, вот что с ними сделать? Вот мы все недостойные их сыновей. Что с вами сделать, товарищи, свекрови? Да. Я буду сейчас свекровить. Ну, не знаю, я другая совсем. У нее последний акцент был на приворот. Последний акцент. А так у нее еще много всяких купочек. А всю зарплату-то отдавал? Ну, да. И все что-нибудь оставлял? Дал ей мамочке там что-нибудь на подарок? Я об этом говорила, Саш, а дай маме там, может быть, например, 2000, ты что ей дай, вот, например. А на что ты чужими деньгами распоряжаешься? Нет, я на самом деле себе очень хорошо эту ситуацию представляю. Ты что, сынок, ей деньги даешь? Он, да. Она тебя приворожила. Все-все даешь? Да, мам, все. Точно приворожила. Однозначно. Ой, не знаю. Какие мы еще матери будем? А вот вы, мам-то болеет у вас? Вы ухаживаете за мамой. Значит, ну, в разных городах. Вы как смотрите, что и теща с нами будет жить? Олег, как? Семья, это хорошо. Если хорошая мама, мама хорошая. Мама такая добродушная, она любого человека примет. Понимаете, это здорово. Вы никогда не жили в семье, это же здорово. И если вы хороший человек, и если вы будете открыты и добры сердцем, то вы приобретаете еще не просто жену, но и семью. Поэтому в этом случае я... Я это все понимаю, да. Главное, чтобы не востребовалось это более глубокое. Моей добротой многие люди пользовались изначально. И мне это было больно сначала. Но я не понимал, почему это происходит. Я чего, обрастете шкурой-то? Ну, по нему видно, да, что он немножечко наивный. Ну, а как-то... По-другому? Даже немножечко. Наташа. Я думаю, что вы тоже за свои 28 лет приобрели опыт. У меня только одно пожелание вам. Не будьте такой подозрительной. Смотрите все по верхам. Вот счастливые люди, которые могут... Вот, Роза, счастливый человек. Да, счастливый. Все на папке. А уж за 5 лет я видела, как на нее здесь люди... Собак лает караваной. Да, реагирует. И вот человек, который умеет держать удар, и который смотрит вот так по верхам и видит саму и суть. Вот учитесь. Да, мой дорогой, хотели вопрос задать? Да, да, я хотел задать вопрос. Скажи, пожалуйста, чем тебя заинтересовал мой друг Олег? Ну, симпатичный мальчик, во-первых. Интересный очень. Ну, в мире много красивых парней. Ну, это с точки зрения женщины, я думаю. С точки зрения женщины и девушек. С точки зрения женщины. Вот она и сказала. Симпатичный мальчик. Такой, как это. Ну, в мире много красивых парней. А именно, что тебе... Ну, а как она могла увидеть ее? Если она с ними не общается, а вот через какое-то время она скажет, ты не только красивый и добрый, о... У тебя такой внутренний мир. Да, а стержень. Поэтому время должно пройти. Такие вот прям вот не программы без пошлости. Ужаска. По правилам, что ли, я сказала про стержень. Она сама входит. Нет, я же сказала про стержень, о котором все девушки говорят. Да, внутренний стержень. Одно дело, когда сказали, и внутренний стержень, и так глазами сделать. Понимаешь? Потому что я артистка. А ты так сказала, и внутренний стержень? О-о-о. Поэтому, дорогой мой, Саш, ну пусть пройдет время-то какое-то она в нем еще что-то рассмотрит. А, да, я согласна. Симпатия у нее. Хорошо, тогда вам встречный вопрос. Отлично. А что бы вы хотели, чтобы она увидела в Олежке? А, чтобы... Потому что закрыто, да, ну а крути ей глаза. Ну, если надо время, чтобы она увидела, как вы сказали, нужно время, чтобы она увидела в нем что-то, правильно? Ну, так вы что, знаете, 10 лет, 15 лет живешь утром, просыпаешься и думаешь, опаньки, вот и новости какие-то, понимаешь, найдя у него в кармане заначку, думаешь, у тебя какая-то другая жизнь, ну, шутка. Ну, то есть ты все время живешь и что-то открываешь в человеке. То, что она назвала уже достаточно. Ну, да, я думаю, достаточно. А, смотри, какой... А второй вопрос, можно ли? Да, какой пятый? Мне кажется, друг уже себе невесту выбрал. Что-то он много вопросов задает ей. Да, 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 да. Заинтересовался. Вот тут друг и ей выбирает. А и какие у тебя планы на будущее, если у вас получится все с Олегом? Задать семью. Хорошо, а как ты представляешь это себе? Семью? Тогда супруг, как можно сказать? Во-первых, это нужно как бы на таком вот душевном уровне, это во-первых. Во-вторых, это обязательства, определенные друг перед другом. Это молодец, про обязательства. Хорошо. Будет любить его полиции. То есть, смотри, какой у нас сваркто. Наталья, ты сюрприз приготовила? Да, конечно. Покажи. Олега и вам. Это басыр бисы. Ой, спасибо большое. Сама рисовала? Сама. Ты тоже у нас хорошо рисуешь. Это главное. Спасибо. 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 Извините, что получаете? Да нормально, ты чего? Это нормально. Ой, как я люблю пейзажи. Спасибо. Правда, Сама? Да, вот это моя девочка. Обожаю просто пейзажи. Обожаю. Ты же обожаю. Ты же обожаю. Ты же обожаю, что пейзажи красивые. А у меня, он и вверх. А у него что там? Покажи. Вау. Ой, какая молодец. Смотри, картина какая. Здорово. А это еще? Ой, спасибо. Спасибо, дорогая моя. Ну, у меня какой-то компасительский. Давай. Спасибо. Спасибо, моя парень. Спасибо. Дай Бог на здоровье. Все, милая, проходи в свою комнату. Вот у нас всегда все знает про символы Василиса. Можно я сейчас все расшифрую? Показывайте картину зрителям. Значит, дорогой мой. Три девушки могут быть только в одном случае. Если ты на свадьбе напьешься, у тебя будет троица. То есть я буду в трех вариантах. Другое все исключено. Так, спасибо большое. Покажи теперь ты картину. Она как бы этим сказала. Роза, ты павлиний хвост-то свой пореже распускай. Пуши. Все-таки не ты здесь главная, а мне картина. Ларисочка, чтобы у вас всегда был в доме вот такой вот прекрасный участок. Лет, чтобы у вас вся была жизнь замечательная, прекрасная. И чтобы ты жила миллионы лет в этом доме. А мне показывать свои цветы. Василисочка, пора бы тебе задуматься о старости. Роза. В том числе. Роза, это только научная фантастика об отдаленном будущем. Да, да, да. Вот эти цветы калы. Так. Пора бы тебе задуматься о втором ребенке Василисы. Вот что она этим хотела сказать. А почему, подожди. Ну, а как ты этой символической скомпозитной видишься? Я стесняюсь это сказать на первом канале. Очень интересная вещь, очень интересная вещь, замечательная. Оксанушка, как вам? Очень скромная девочка, мне очень понравилась. А какая рука стоит, посмотри, какая талантливая. Да, очень мастерица. Немножечко только вот живости не хватает. Не стесняется. Не стесняется, может быть, обстоятельства сложились. Она очень живая, поверьте мне, она живая и легкая. Судя по улыбке, по ее обтекаемой такой мягкости, поверьте, у меня у нас глаз наметок. Ну, говори уже. Мне показалось, что просит она, конечно, меня за это. Но то, что я когда задавал вопросы, мне показалось, что это было неискренне. Да ладно, цыплятся. Нет, по-моему, она мне просто понравилась. Мне тоже так показалось. Нет, мне она не понравилась, извините. А, поняла, она вам не подарила ничего. Пам-пам-пам. А я в ручке. И я, с позволения, а давайте прям с позволения Наташе отдадим все кружки, вот у вас будет посудка. Сейчас, может, подобреет. Вот вам целый сервиз, можно сказать. Чай обохнился. Обохнился, обохнился. Обохнился. Да, мне понравился Олег, мне понравился его друг, несмотря на его критику. Я предлагаю Олегу познакомиться с третьей невестой. Давайте посмотрим на экран. Анастасия, 19 лет. Учится на психолога, работает тренером по спортивным больным танцам, имеет первую группу инвалидности. Пишет стихи и вышивает крестиком. Мечтает жить во Франции и занимается благотворительностью. Когда Анастасия не смогла приехать к жениху на день рождения из-за работы, он обиделся и нагрубил ей матом. Надеется, что Олег не использует в своей речи нецензурную лексику. Скажите, Настя, вы с детства, у вас врожденная инвалидность или приобретенная? Да, врожденная. А что произошло? Врачебная ошибка. Врачебная ошибка. Врачебная ошибка. Чего только в жизни не бывает. Ваш молодой человек был матершинник? Ну не то, что сказать матершинник, он просто иногда употреблял эти слова. Потому что грубый был человек. Ну он просто сам по себе как бы не мог найти себя и за счет этих слов пытался как-то... Ну может быть стоило поговорить с ним, закрыть на какое-то время глаза, ну сказать, что вам это неприятно. Ну как-то поработать над молодым человеком, потому что сегодня ругаются все, это ужасно. А если он закрывает этим отсутствие других слов и других мыслей? Как тоже часто бывает. Это не его людоед, что ли? Ну может быть. Я старалась просто не обращать на это не могу. Слушайте, ну вы же не сразу со своим молодым человеком расстались. Там же кроме того, что он был на слово чернород, он же вам даже изменил один раз. Ну был такой шок, да. А как узнали-то? Ну наверное я почувствовала как-то и... То есть вы его издевали в неделю? Нет, я не видела, просто он мне об этом намекнул. Может в фантазиях своих? Он мне намекнул и все. Ну как намекнул, он сказал? А вы подумали? Нет, он мне просто дал ясно понять, что он был не дома и ему было достаточно хорошо. Хорошо? Да. Может быть он с друзьями ему было не дома хорошо, за кружкой пива? Я просто знаю, мы дружим достаточно давно и... Но вы ему простили? Да, я простила. То есть измену простили, а вот то, что он... Мартиаршинник. Мы чернородом не простили. Ну знаете, ну... У всех людей бывают недостатки. Нет, и бывает отторжение. Вот что-то такое в человеке, с чем ты не можешь мириться. Особенно маленько. Знаете, вот про Матрону, про святую рассказывать, что во время войны к ней пришли три женщины узнать, что с их мужьями. И она сказала, и ты дождешься своего, и ты дождешься не сразу. А вот ты чернородая, даже не думай. Потому что была дикой матершинница. А он вам не простил, что вы к нему не пришли на день рождения? То есть он вами хвастался? Вы же в кино снимаетесь, и вы танцуете, и вы такая звезда. Он вами хвастался? Ну, честно, я не считаю себя задовольными. Нет, но он вами хвастался, потому что вы успешная девушка. Да, он хвастался со своим друзьям, ему это было интересно, ему это было приятно. А правда, а чего это вы не пришли? Ну, она была на тренировке. Я была на тренировке. Ну, так он же знал, наверное, вашего предупреждали. Ну, считал, наверное, что его день рождения важнее, чем... Важнее. Вот хорошо, важнее. Вот, допустим, завтра у твоего любовника день рождения, а у нас съемки. Ой, я-то сравнил тоже. Так, а у нее к чему отличается? Какой кричит с твоей родиной? День рождения близких мы пропустили уже здесь за эти пять лет, и ничего? А может, там девушка виновата сама, а что так она его завлекла к себе? А вы, кстати, живете с мамой? Я живу с родителями, да. С родителями. А вы сами откуда? Я из Москвы. О-о-о-о! Я говорю, балованная какая. Да. Что, москвичка. Но Роза же москвичка, поэтому... Ну, да. Балованная. Хорошо. Вам всего 19 лет, Настя. Да. Родители не будут против, что такая молодая жизнь не видела? Они мне часто об этом говорят, но в тот же момент вспоминают, что чего я уже достигла. Первым делом я хочу поблагодарить мою маму, потому что моя мама – это мой самый любимый, честный, добрый человек. А дети еще есть братья и сестры? Да, у меня братик, ему 9 лет. Ой, как здорово. Манитый братик, я его очень люблю. И я всему благодарна моей маме, потому что она меня отвезла в этот город. Я благодаря ней увидела эти танцы. То есть мама может сказать с папой «Добро пожаловать в семью», да, Олежки? Да. Если вы не укатите во Францию, что это вдруг? Вот тоже не хотела задавать этот вопрос. Хочу жить во Франции. Почему благотворительностью заниматься? Французам и так хорошо без нас. Всеми детьми или с нами? Давайте лучше у нас здесь благотворительностью. Я не люблю особо Москву. Она, мне кажется, в севере скучной. Поезжайте, пожалуйста, в Красноярск. Да. У вас, возможно, поеду. Вот, прекрасно. А вы, кстати, как-то дети, я тоже Париж, но я на старости лет только туда попал. Париж, кстати, отвратительная погода. Там дожди регулярно. Я знаю. Город грязный, да. А метро-то жуть просто. У нас про метро. Все чистое правда. А вы детиши когда планируете? Пока еще не решила. Ну, планируете. А уж меня простите по медицинским показателям. Все в порядке. Да, все в порядке. Супер, просто супер. Ох, а сейчас еще на сюрприз, наверное, посмотрим. Да? Да, пожалуйста. Ох, а сейчас еще на сюрприз. Супер, просто супер. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умница, красавица! Спасибо большое! Проходите в свою комнату, девочка. Санечка, рассказывайте впечатления. Девушка очень приятная. То, что она занимается танцами, на самом деле это супер. Потому что у меня много друзей, которые занимаются танцами. И я каждый день буквально смотрю на тренировки, как они готовятся. А когда они выступают и зажигают искорку в других людях, я думаю, это вообще супер. Оксан, очень яркая девочка, заметная. Будет выделяться из толпы, уверенная в себе. Я думаю, что она и Олег за собой поведет. Очень хорошо, в семье. Главное, что она в семье, в любящей. А мне очень хочется, чтобы Олег обрел семью наконец-то. Потому что маме его я не верю. Как вам? Молоденькая. Молоденькая, да. Тоже общительная, радостная. Понравилась? Жизнерадостная. Что не опускает руки. Также вот это... Стремится ко всему. Тоже такое. И зажгло что-то такое. Искренне есть. Он был очарован. Надеюсь. Ой, а я вот тут смотрела на нее и вот думала про вас. Недавно вот мне то ли, вот не знаю даже Ларис, то ли комплимент, то ли расстраиваться, то ли радоваться. Вот жених мне сказал, говорит, хороший ты, Рос, но необычная. С тобой ведь с ума сойдешь. То, как прямо на американские горки. То вверх, то вниз. Обычной, говорит, хочется. С обычной как-то все понятно. Вот и тут для вас, Олежек, она необычная, конечно. И все у вас будет. И вот так, и... А другие девчонки, они простые, обычные. Комфорт, простота. Вот выбирайте, что вам ближе. К чему вас тянет? Чтобы потом нас потом это... Они говорят, вот! Женился на тебе, лучше бы я на Люське поженился бы. Было бы проще. Мне кажется, ей нужно еще поднабраться опыта, пожить, посмотреть, присмотреться к мужчинам. Ну вот как-то молодостью меня очень смущает. А так, конечно, красотка, что там говорить. Несмотря на отсутствие опыта, она страстная натура. Гороскоп это явно показывает. И мне кажется, что потому молодой человек был таким, ну где-то грубоватым, что это была ответная реакция на ее такую внутреннюю страстность. Способна по-настоящему любить. Между прочим, может с точки зрения гороскопа обрести такую определенную известность через средства массовой информации. И как настоящий представитель знака рыбы, может метаться какую-то часть жизни между помогать другим людям и собой жертвовать. Вот я ей советую, во-первых, не доходить до жертвенности, останавливаться на черте, помогать. Ну и пусть вот эта ее известность, которая будет, пускай этому тоже способствует. Очень скоро мы увидим, какой выбор сделает наш жених. Оставайтесь с нами. Александра, Оксана, вот мы познакомились с двумя девушками. Все они обворожительные, разные, но нужно сделать выбор. И порекомендовать своему другу только одну невесту. Саш, вы такой прям привереда. Даже не знаю. А надо знать. Я так скажу, что выбор по-любому за Олегом, но больше всего мне понравилась девушка третья, то есть Анастасия. Настя. Тебе понравился? К сожалению, ну это не мой типаж, он очень хороший человек внутри, но не твое. Но не мое, да, к сожалению. Оксан, вы своего подопечного знаете хорошо. Ну как для жизни, для семьи, мне, конечно, понравилась девочка Маша. Вот я бы, конечно, посоветовала Машу. Единственное, что вот Олега, наверное, остановит, это пока ответственность за ребенка. За ребенка. Да, потому что он еще, то же самое, еще, как бы сказать, на ногах очень не стоит самостоятельно. То есть единственное... С вами совершенно не согласна, а мне кажется, единственное и один из самых огромных, огромных плюсов по отношению к Маше, это то, что там есть уже ребенок. Ну просто из общения. И все счастье, это такое чудо на самом деле. Олегу не надо бегать на работу никуда, потом в попыхах пришел, не пришел, вечером. О чем вы говорите? Он боится пока этого. А ему есть что дать девочке? Либо Марии, либо Наташа. Конечно, Мария, Ларис. Если выбирать между взрослым, между мамой эти, тещей, как говорится, ребенком, лучше ребенок. Да. Поймаешь? Теща еще мотку висит. Ой, дочка, это хорошо. Конечно. Девчонки заботятся. Вон мой лежит муж, а ему дочка семечки грызет, и он уже как вата. И его поднять нельзя, он прям уже все, закрывает глаза на то, что не учится, не хочет, не слушается, понимаешь? Он ему семечку сгрызла и дала ему в рот, все, он умер, понимаешь? Поэтому девочка, ласкушка, вы будете там за компьютером, она сзади подойдет, за плечики обнимет, и вы превратитесь в сахар. Я, ну как-то, да, наверное, за Машу. А ты? Жизненные показатели тоже за Машу, потому что Наталья, 28 лет, уже действительно нуждается в том, чтобы рожать детей. Вы пока не собираетесь, и к новым детям не готовы. Поэтому я думаю, что не стоит такого поросенка подкладывать Наталье просто. И астрологически козерог вам подходит чуть больше, чем близнецы, поэтому я за Марию. Маш, ну как тебе жених? Да, ну, мне кажется, очень добрый, порядочный, мне кажется, он способен и дочку мою полюбить, если он детским домам помогает. Я думаю, хороший. Зайдет, видишь? Выйду, конечно. Ну, в общем, вы себя слушаете, точно же знаете, к кому пойдете. Поэтому мы вас поддержим в любом случае, а вам удачи. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Элина, 25 лет, номер 2985. Финансовый менеджер в косметической компании. Признается, что слишком доверчиво, наивно и чрезмерно эмоционально. Мечтает встретить достойного мужчину от 28 лет. Он должен быть харизматичным, мужественным, ответственным и мудрым. Дмитрий, 28 лет, номер 2986. Инженер-электрик. Любит пешие походы по Европе. Ведет блог о своих путешествиях, пишет музыку, играет на гитаре. Ищет стройную девушку с густыми голосами, которая не боится рисковать. Мы не знаем, выйдет Олег, один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Привет. Еще раз. Я надеюсь, наше общение продолжится. С удовольствием. Хотелось бы пообщаться. И все будет прекрасно. С удовольствием. У нас есть пара Олег и Наталья. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу настоящей любви, настоящую женщину и жить с ней по-настоящему. А чем вы ее достали? Ой, отгадай, чем. Сексом? Сексом. Ну, конечно. Ура. Снова? Еще раз все это выдержать? Вы носили ему все это время мозг? Конечно. И подозревали во всем? Конечно. Мало того, вы даже вышли из него замуж. Да. Вас нужно откормить, отпоить, вам нужно отопаться. Отогреться. А можно вас снять на ночь? Я на старик, парень, ты просто вытекай, ты просто вытекай.